Ребята, давайте в качестве постфактума поговорим о всем происшедшем, о друзьях, о врагах. Конечно, на войне много чего познается, где друг, где враг. И, честно говоря, меня очень удивила позиция Ирана. С одной стороны, нельзя сказать, что Иран бездействовал, с другой стороны, Иран дал возможность продвинуться вот этому поясу по теркистскому, из-за которого в будущем возможно. Не дай бог, конечно, но Иран может плакать. Вот, наверное, тебе вопрос, ты все-таки Ираном занимаешься давно. Как ты скажешь, что ты думаешь по Ирану? Иран бездействовал? Или каковы планы вообще у Ирана? Давайте так, Иран действовал в рамках возможных. А что мог сделать Иран? Вступить в войну? Ну, хорошо, и Армении тоже Иран помогал. Своими точки зрения оружие поступало через территорию Ирана. Иранцы не могли сделать ничего. Или им надо было вступать в войну, чего они крайне не хотели. Или что? Они были наблюдателями. Они действовали в рамках возможного, предоставляя Армении определенные возможности. Они, безусловно, обозначили свою позицию относительно боевиков. Они сказали, мы не приемлем боевиков у наших границ. Для нас это красная линия. Мне очень многие в Иране написали, что турецкая угроза существует, мы ее осознаем. Мы будем действовать радикально в случае, если мы поймем, что опасность у порога. И они даже... Был эпизод, когда к реке Аракс подогнали танки, были сделаны холостые выстрелы в сторону боевиков, чтобы те понимали, переплывать реку не стоит. Ну и вообще там находиться нежелательно. Иранские спецслужбы, погранслужбы и прочее там были сконцентрированы, они наблюдали за происходящим, они прослушивали обе стороны. Они были в высшей степени информированы. Сказать, что Карабах их не волнует, нельзя. Очень волнует. И скажу так, да, аккуратно. Армения для Ирана это не угроза и об Армении не думают в последнюю очередь. Конечно, пан-туркистский проект, конечно, вот этот прецедент, когда боевиков начали экспортировать по всему миру из Сирии. То есть была Сирия, была некоторая катастрофа, которая началась с подачи Запада распространяться по всему миру в качестве некоторой борьбы сирийского народа за свободу, против тирании, бла-бла-бла. Все это мы слышали много раз. И до Сирии, и после Сирии. Но, в конце концов, вот эта борьба сирийского народа, в кавычках, вылилась во что? Пришла Россия, надавала по мозгам боевикам, пришла Турция, этих боевиков начала защищать. И создала в зоне деэскалации, которая, по сути дела, должна служить зоной разоружения этих товарищей. С дальнейшей передачей этой зоны законным легитимным властям, по сути, эта зона стала пристанищем для боевиков. И далее из этой зоны начали боевики экспортироваться в Ливию, а теперь и в Нагорный Карабах. Для всех тех, кто мне лет 5-6 назад говорил, да где Сирия, где Россия, да хватит кормить Сирию, да где эти боевики, да в жизни нам это не нужно. Когда военные говорили, что мы боремся с этой нечистью на дальних рубежах, все смеялись. Из диберальной там среды ребята, которые, мои коллеги, да где эти боевики, мы их знать не знаем и не видим. Так вот они уже тут. Ну, в отличие от Сирии, в Карабахе боевики словно в рубашке родились, да, то есть там их мочат, а здесь они как бы разбуливали свободно. Иран как бы только их обозначил, Россия их тоже как бы только обозначила. Но я же тебе сразу сказал, они же не проникали на территорию Ирана, а что должен был Иран? Ну и сирийские боевики не проникали на территорию Ирана и на территорию России. Но опять же, тут надо немножечко разграничивать. Для Ирана Сирия представляет особый интерес и особую ценность и с религиозной точки зрения. Не имея общей границы. Ну, безусловно, с религиозной точки зрения и вообще, потому что на Ближнем Востоке, Арабском, Сирия, это такой уникальный, да, ну, наряду с Ливаном, безусловно, плацдарм для Ирана, близкий к Израилю, вот, Саша не даст соврать, да, который для Ирана представляет такой геостратегический, да, интерес, то есть близость к Израилю и своя там, собственно говоря, ну, нельзя сказать своя власть, но дружественная власть. Ну, Армения тоже еще, да, вот вчера мы были в госпитале, узнали, что на самом верхнем этаже там лечат и подлечивают тех же боевиков и вместе с азербайджанскими. Как в Израиле подлечивают, да, тоже сирийскими? Джабхатанузы. Да, Джабхатанузы. Нет, если ты намекаешь на то, почему Иран помогал сирийцам, хотя вроде как нет единой границы, вроде там персы, тут арабы, а не помогал активно Азербайджану, да, и не вмешался, нет, в смысле Азербайджану, потому что там единоверцы, да, шииты и на границе, и вообще, да, там исторически часть Персии. Я тебе отвечу, значит, Азербайджан не воспринимается большей частью иранцев, за исключением иранских азербайджанцев, как страна-союзник и как шиитская страна. Я бы так сказал, многие религиозные шииты Ирана воспринимают Азербайджан как антишиитскую страну. Я тебе больше того скажу, недавнее убийство вот этого физикоядерщика многими воспринимается как операция, спецоперация Моссада, которая стала возможна благодаря Азербайджану. То есть в Иране очень многие настроены против Азербайджана. Мы знаем, как азербайджанская власть прессует проиранских азербайджанцев, шиитов, таких хаминеистов. Многие, значит, эти религиозные товарищи сидят в тюрьмах, многие убиты. Все это, конечно, не проходит незамеченным в Иране. А Сирия наоборот. Сирия расположена к Ирану, Сирия это союзник и более того, Сирия находится на границе с Израилем, что для Ирана представляет особенный интерес. Вот почему Иран так держится за Сирию, за Ливанскую Хизбалду. Это страны, которые находятся рядом с Израилем и, конечно, потерять эти страны. А ведь Сирия до 15-го года, перед тем, как Россия вошла, Иран активно помогала финансово и добровольцами, она была на грани исчезновения. Ее могли захватить силы, которые Иран воспринимают крайне враждебно. То есть, да, вот эти вот суннитские группировки террористические, для них Иран это враг. Потерять Сирию, ну, и потерять, тем более, шиитские святыни, ну, это был бы Саид Зейнаб, например, да, для Рахбара, для власти Ирана, это был бы такой колоссальный имиджевый удар, на который они не готовы были пойти, поэтому, конечно, на Сирию было потрачено колоссальное количество денег, иранских жизней, и сирийский народ очень благодарен за это, Иран будет. Ну, вот разница есть. Саш, вот такой тебе вопрос. У меня, часто я сталкивался с такими картинками, ну, в Баку никто и не скрывал, в принципе, там и наклейки были на машинах, и весь город был украшен флагами, значит, Турции, Азербайджана, Пакистана и Израиля. Такая вот компания странная такая фразовалась, да, Пакистан, Турция, Азербайджан и Израиль. Что об этом говорили в Израиле, знали они об этом там? Ну, начнем с того, что в Израиле об этом знали русскоязычные, преимущественно большая часть выходцы из самого же Азербайджана, потому что о Карабахском конфликте израильтане знают очень мало. Они сейчас озабочены судебным процессом против премьера Нитаньягу, коронавируса, ростом налогов, Байденом, да, установлением дипломатических отношений с Эмиратами, с Бахрейном, Саудовской Аравией. Вот это то, что их сейчас беспокоит. А Карабах примерно месте на 24-м находится в порядке интересующих вещей, тем более, что у нас есть условно Карабах сектор газа, палестинские территории и так далее. Но те, которые видели эти фотографии, они действительно промелькнули несколько раз даже на центральных израильских телеканалах, и вспомнилось, что это очень негативно в Советах ГОП-компании. Во-первых, Пакистан не признает права Израиля на существование, не имеет дипломатических отношений, и пакистанские войска отправлялись против Израиля на войну практически всех войн. В частности, в войне 1973 года там несколько тысяч пакистанских солдат воевало на голландских высотах со стороны Сирии. И пакистанские летчики были, которые там принимали участие. Второй момент. Израиль все отношения с Азербайджаном воспринимает исключительно через два фактора. Первый это, вот как уже Аббас говорил, в свою очередь это близость к Ирану. То же самое, то что сказал Аббас, только наоборот. Это близость к Ирану, это мониторинг за ситуацией в Иране, это в случае обострения возможный удар по Ирану. И второй фактор. Это поставки оружия в Азербайджан, потому что сейчас Азербайджан превратился в одного из крупнейших закупщиков израильского вооружения. Там крутятся колоссальные деньги, а еще большие деньги крутятся в виде откатов. Есть еще такой интересный нюанс. Он лишь косвенно связан с поставками вооружения. Например, семья Алиевых очень активно вкладывается в Израиль в инфраструктурные проекты, в гостиничные комплексы. Например, у Алиевых есть гигантская вилла в городе Хайфа, где, кстати, я живу. На 600 миллионов долларов у семьи Алиевых инвестиции в объекты Министерства здравоохранения. Это соседская ненависть у вас? Видимо, да. Конечно, я не могу позволить себе дом по соседству от Алиевых. Там совсем, так сказать, да. Но все это есть. И все это очень Израилю выгодно, им это интересно. Но разговаривая с некоторыми израильскими общественными деятелями, там даже с парой депутатов Кнессета, они Азербайджан рассматривают как союзника в среднесрочной перспективе. И все отдают себе отчет в том, что это вот... Тактический союзник, не стратегический. Тактический союзник, да. Причем на среднесрочную перспективу, поскольку пропагандируемая Азербайджаном вот эта вот толерантность, любовь к евреям, дружба азербайджанцев и евреев, все это чушь полнейшая. Мне интересно, об этой дружбе и любви знать в Пакистане, нет? Очень сильно сомневаюсь. Пакистан очень враждебно настроен к Израилю. Вот эти все флаги совместные в Израиле воспринимались несколько пренеближительно. Ну вот, кто вообще такие, условно, да, что вот вы наш флаг ставите с вашими тряпками, вот так условно говоря. Но при этом все отдают себе отчет в том, что это деньги, это бизнес. Алиевы выгодны. Пока существует фактор Ирана, никуда не денется вот эта вот зависимость Израиля от Азербайджана, в свою очередь Азербайджана от Израиля и израильского, произраильской лобби США. Алиев, ты сказал, что все это несерьезно, то есть произраильский такой курс, по-твоему, это популизм, который существует только на уровне власти, в народе не так. Мне почему-то казалось, что рядовой Азербайджанец тоже вполне себе расположен к Израилю. Там нету какого-то особого отношения к евреям. Там точно такой же уровень любви к евреям, как здесь, в Грузии, в Казахстане. Или не любви. Или не любви. То есть... Не, если мы говорим не о евреях, а об Израиле как государстве. Там очень сильны, скажем так, такие славистские настроения, особенно вот в сельской местности. Вот из того, что я ездил, путешествовал и так далее. Власть все это дело подавляет. Но в принципе там никогда не было какой-то особой любви к Израилю на уровне людей. Мне показалось, я, конечно, может не прав, но из достаточно богатого общения с не самыми глупыми азербайджанцами... Потому что не самыми глупыми. Нет, ну это люди, которые изучают ситуацию. То есть не просто таксист, который везет и что-то говорит. Кстати, журналистике Моветон, как начинаешь в репортаже цитировать таксиста, это не очень корректно. Таксист это все-таки не тот уровень. Хотя мне в Египте попался вполне. Иногда попадаются такие таксисты, что грех не пересказать. Но тем не менее, все-таки это таксист. Я общался с большим количеством журналистов, социологов, политологов и политиков, которые мне в один голос говорят, что... Нет, Азербайджан это светское государство. Формально, да. Нет, ну прям вот по факту. Это светское государство. Да, вы здесь найдете много чего, но средний градус по больнице таков. Светское государство. Израиль друг, прям друг. Армяне враги. И вот на этой почве, значит, да, Иран нам не друг. Несмотря на то, что у нас там общие корни, религиозные, там, этнические и так далее. Иран не друг. Иран не... А тем более сейчас, после этой войны, значит, в Азербайджане уверены, что от Ирана ничего хорошего им ждать не придется. Значит, охлаждение еще, как мне кажется, более очевидно. Иран проармянское государство, антиазербайджанское, значит, и так далее. Турция, понятно, значит. Вообще прям брат, старший брат, без которого никуда. И вот в этой связи, еще раз задам вопрос. Может быть, все-таки Азербайджан это... Это линия партии? Нет, ну то есть, что это не просто линия партии, не просто политика сиюминутная, да. Не просто вот Алиев сидит и пока сидит, а потом может что-то изменить. А непосредственно азербайджанский народ, он расположен к Израилю, как некой альтернативе всем остальным. То есть, Турция, Израиль, Азербайджан это, в принципе, вполне себе очень органичное такое вот... Вот у меня не создалось такого ощущения. До прихода Эрдогана, израильтяне могли спокойно ездить в Турцию. Я сейчас говорю про обывательский уровень, да. Потому что все-таки их надо разделить. Ездили в Турцию, спокойно говоря, что мы израильтяне, и отношение было очень хорошее. А сейчас израильтяне скрывают, что они израильтяне. В последней моей поездке в Турцию я в качестве россиянина. И все, кого я знаю, если есть возможность ехать по другому паспорту, нету по другому паспорту, без необходимости никак себе не заявляют. Плюс, было несколько лет очень жесткой пропаганды антиизраильской в Турции, ну, при Эрдогане, очень жесткой, начиная с сериалов. Вот этот известный сериал был. Великолепный. Антиизраильский, там, про палестинскую семью, там, сотни серий, где израильтяне убивают несчастных палестинцев. Была история с Мари Мармара, все это наложилось, и сейчас отношение достаточно враждебное. Я с ним сталкивался лично. Я в Турции, честно скажу, не встречался с общественными деятелями, политиками, журналистами. Но из тех, на бытовом уровне, да, люди, в общем... Ну, бытовой уровень, это 90%. Ты же понимаешь, что если бы Турция была, как, кстати, и Израиль, да, там, супердемократии, где действительно народ там что-то решает и так далее, когда мы говорим о Турции, мы говорим о диктатуре. И вот есть, как бы, президент, есть элита страны, есть все остальные, которым вешают лапшу на уши, и которые эту лапшу едят и не давятся. С этой точки зрения, то, что ты общаешься с людьми, замечаешь какие-то антисемитские настроения, ну, под воздействием госпропаганды, это одно. Я же тебе говорю о союзе трех государств. Не трех народов, а трех государств, трех экономик. Я бы сказал, союз Израиля и Израиль, то, что растет торговый оборот, о чем мы говорили, торговый оборот Армении и Турции рос все последние годы. К чему это в итоге привело? Не таких же масштабов. Я вот недавно смотрел, прирост был где-то по 15-20%. Армении и Турции? То есть он постоянно рос, рос, рос. В итоге мы имеем то, что мы имеем в Карабахе сегодня. Поэтому вот эти вещи я бы отделил, торговый оборот от реально политического расклада в регионе и пан-тюркистских целей и так далее. А глава МОСАДа, Йосик Коэн, он недавно как раз заявил, что настоящая угроза Израилю, это не режим Айатол в Иране, а это ардогановская Турция. Ну, я слышал, да. Из-за чего у него, кстати, был серьезный конфликт с Эвиктором Либерманом, бывшим министром обороны, который логировал... А ты сам как считаешь? Ты сам как считаешь? Все-таки что угрожает Израилю в первую очередь? В свое время Шимон Перес, бывший президент, он сказал такую вещь. У него спросили в отношении ситуации в Сирии, когда там только-только началась гражданская война, и, как известно, Израиль поддерживал те силы, которые были против Башара Асада, ну, то есть вот этих исламистов. У него спросили, что вы думаете, что будет в Сирии? Он сказал, знаете, я желаю успеха и тем, и тем. И поэтому... Это вообще чума на оба ваших думают, по другим словам. Да, да. И в этом вся суть израильской политики на Ближнем Востоке. Понятно. Всех рассоришь, и все дрались, и Израиль в такой атмосфере будет в относительной безопасности. Конечно. Поэтому говорить, что лучше, Иран или Турция, в общем-то, для Израиля лучше, чтобы у них был конфликт между собой. Пока конфликт холодный, но если будет горячее, это будет еще лучше. Кстати, конфликт между Турцией и Ираном мы имеем в силу. Собственно, там он вот преломляется уже конкретно в боевых действиях. Но все-таки там он, да, там он, наверное, такой же, как и конфликт России и Турции. Согласен. То есть, согласен. Не больше, не меньше. В общем, вся политика Израиля на Ближнем Востоке, это чтобы все были озабочены конфликтом. То есть, ты, гражданин Израиля, сейчас, по сути, выразил ту же самую мысль, что выражали многие, значит, иранские антисемиты, значит, антисионисты, значит, Израиль, раковая опухоль, значит, региона. То есть, вот такая, некоторая такая вот заноза, которая постоянно всех раздражает, это сталкивает лбами, ну, дабы ее не выдернули. Я бы сказал, немножко не так. Понятно, что ты скажешь чуть мягче, но суть-то такая получается. Не совсем так. Я бы не сказал, что раковая опухоль. Я бы сказал, это действительно молодое государство на Ближнем Востоке, как бы молодое, оно уже и старое, да, как и Армения. Что такое республика Армения? Древнейшая история, страна, которой сто лет, да? То же самое. Это страна, которую регион не принимает, не принимает ее с самого начала и не примет никогда, даже если подпишут все мирные договора со всеми соседями. Это мы тоже и свои объяснения, но это отдельная тема. И, соответственно, залог выживания Израиля – это каким-то образом находить варианты, при которых он может себя обезопасить. Ну, то есть, получается, нет, я абсолютно… Столкнув лбами своих врагов. Я понимаю, зачем это Израилу. Все хотят выжить. Конечно. Ну, паразит тоже, то, что он делает, это ради выживания. Не чтобы навредить человеку, ну, или если он паразитирует на животное, не чтобы навредить животному, корове там или свинье, а чтобы выжить. Он за счет соков, да, вот человеческих… Ну, это можно сказать про любой государство. Или коровьих. Ну, нет, простите. Так или иначе, вот в такой концентрированной форме, когда это становится политикой государства и основой выживания государства, то есть, столкнуть лбами, пусть воюют, пусть умирают. Тогда мы будем вот на… Не дай бог, если они перестанут умирать, они же на нас перекинутся. Но это паразитический образ жизни. То есть, давай своими словами. Я, кстати, не антисемит совершенно. А тут антисемит вообще не берет. Да, да, да. Я бы сказал, что там все семиды. Рил политик. Мы с тобой два семиды. Два семиды, да. Да. Рил политик. Вот рил политик. Реальная политика. Так и есть. Ну, в общем, да. Ну, и второй момент. Если бы Израиль находился в другом регионе и был бы окружен странами, например, близкими по культуре, по вере, ну, наверное, бы как-то вот договорились легче. Хотя, если вспомнить, что пережила Европа во время Великой Отечественной войны, и все христианские нации, которые говорят, что… Да, давай так, Холокост, да, он не на Ближнем Востоке. Он случился… Случился как раз-таки… Холокост устроил для евреев христиане, христианская Германия. Да, конечно. А вовсе не мусульман. Не мусульман. Где у евреев никогда не было никаких особых проблем. Вот я о том же. Вот. Но, тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. И, соответственно… Как, кстати, и вот к вопросу, если возвращаться к армянам, да. Все-таки геноцид армян – это чисто турецкая штуковина. И к исламу. А не к исламу отношения. В то же самое время на Ближнем Востоке армяне жили припевающе. И никто их не геноцидил. Да, и живут. Да. Поэтому я, кстати, хотел бы предостеречь армян от исламофобских настроений. Ислам тут не при чем. Есть Египет, есть Братская Сирия, есть Ливан. Да. Вот Вадим был, по-моему, во всех этих странах. И не даст соврать, к армянам отношения не просто хорошие. Армяне там занимали ключевые топовые позиции в политике и в бизнесе. Так что в данном случае, когда мы говорим о врагах, мы должны говорить, и даже, наверное, не о турках, а именно о вот этих вот пан-тюркистах, об этой идее, которая, как мне кажется, противна немногим туркам. Проблема даже не столько в турках, сколько вот здесь тоже переиначивают из Азербайджана некоторые друзья. Они говорят, тюрки, армяне, тюркофобы, не туркофобы. Тем самым они пытаются столкнуть лбами тюркские народы с армянами. Тюркские народы это кто? Это и татары, и башкиры, и даже якуты, которые там несколько тысяч километров от армян, может, никогда даже не сталкиваться. Сейчас турки активно в Узбекистане работают, узбекам они тоже что-нибудь такое скажут, чтобы те не любили. И не только говорят и делают, у них там литература выпускается о каком-то там геноциде узбеков, казахов, кыргызов, дашнаками в Первую мировую войну. Не знаю, откуда они это взяли, но вот литературу у них там выпускают. Правда, преподавателя Ташкентского университета его как-то выперли с университета, он больше не работает, так тоже случилось и в Казахстане. Но, тем не менее, такие книжки есть на узбекском языке, на казахском языке. Я собирался ехать именно по этой тематике в Центральную Азию, ну вот коронавирус, всему фамилию. А, кстати, что интересно, что как раз Турция сейчас пытается раскачать религиозную тему, которая никогда не была в армянах, вот и в плане соседства с мусульманскими нациями. Вот они эту лодку как раз сейчас активно раскачивают, но и, по-моему, очень успешно. А вы обратили внимание, как информационная вся эта война шла во время такой войны, да, в Карабахе, вот последней? То есть в Азербайджане выкладывали их же переписки, я вот читал даже их в чатах, в комментариях, в социальных сетях и так далее. То есть на своем родном языке они именно призывали мусульман консолидироваться, и турок, и узбеков, кого угодно. То есть мы мусульмане, давайте вместе против этих кафиров, против армян. И в то же время, когда они, значит, вот были видеокадры, где они громят там эти кресты, часовни и прочее, и когда армяне выставляли, вот показывают, вот смотрите, что делают азербайджанцы, они говорят, а при чем тут христианский-то мир? Что вы там христиан призываете? Тут война не между христианами и мусульманами. Хотя они этого и добивались, они пытались обратить всю эту войну в какую-то такую религиозную. Может быть в этом и была причина, когда кто там, один из, рахмар, по-моему, да, вот сказал, что тот, кто погибнет на этой войне, будет шахидом. Ну, слушай, я эту тему потом еще глубже изучил, все-таки фетвы не было. Не было фетвы. Да, все-таки фетвы не было и даже не было, по-моему, публичного никакого заявления, вот, который, тем не менее, активно курсирует в Иране. И, разумеется, в Иране есть, ну, достаточно такая серьезная прослойка, да, населения, куда входят, входят преимущественно иранские азербайджанцы, да, которые действительно считают, что Карабах это некоторая такая религиозная семья. Ну, просто как-то не клеилось, с одной стороны призывали, как бы, фетвы, шахиды, с другой стороны возникли. Все-таки, все-таки, я копнул, и мне, кстати, после моего заявления на федеральном ТВ, за что, кстати, я приношу извинения, о том, что была фетва, многие иранцы, знающие, мои товарищи, которые вот в Куме учатся и работают, написали, а вас ты не прав, фетвы нет. Есть только нечто на уровне слухов. То есть, для большинства религиозных иранцев то, что происходило в Нагорном Карабахе, это не джихад, это не священная война, это националистическая война, в которой принимает активное участие сунницкая Турция и сионистский Израиль. Израиль принимает участие с точки зрения поставок оружия, продажи оружия Азербайджану, поэтому в данном случае Иран не имеет отношения к этой войне, иранские добровольцы не должны туда. Ну, то есть, вот такой посыл внутри, так или иначе, хотя, конечно, конечно, открыто об этом тоже не говорится. Что говорится открыто? Карабах — это Азербайджан, безусловно. Ну, об этом все говорили. Да, в Иране, в Иране это четкая позиция, Иран ее никогда не менял. Ну, потому что страшно представить, что бы было, если бы Рахбар Азербайджан сказал что-то другое. Вот. И, конечно же, многие люди считают, я думаю, большинство считают именно так, но вот стоит ли этот тезис войны, вот тут вот многие будут сомневаться. И тут вот вы найдете множество мнений различных, плюрализм. И уж тем более, если вы спросите иранцев, а нужно ли иранцам участвовать в этой войне, это уж совсем все неоднозначно. Ну, и что мы видели? Больше месяца иранцев мы там не заметили. В отличие от Сирии, куда иранцы шли, колонны. За Сейдзейном, за швидский мир и так далее. Аручен, за шесть часов до войны мы с тобой планировали скай-беседу, провели небольшое интервью и даже собирались его выпустить, но вот война помешала. Да, через шесть часов началась война. Через шесть часов началась война, мы с тобой много говорили о Карабахе. Прости, я вот, мы сейчас обсуждаем Иран, Таварабс, вот сейчас смолю на него. Иран, да? Абсолютно, да. А если подумать о Сирии, типичной Сирии, если, да, то есть, ну, вообще, прям. Спасибо. Я думаю, в Израиле он бы слился, да, за марокканские евреи. Марокканские евреи, да, абсолютно типичные марокканские евреи. Те, что пили, да, вот смотрели. Ты прикинь, я сейчас себя словил на мысли, что вот фенотипически абсолютно не определить, откуда человек. Ну, продолжать его. Спасибо. Да, и смотри, я так понял, ты даже не успел спать, лечь, как там все это началось, потому что мы закончили, по-моему, поздно уже было, да? Двенадцать, ну, в час. В час. В час ночи, да. Я успел два часа поспать, и первый взрыв, я открыл глаза и понял, что все, война началась. Свой рюкзак собрал. Не, ну, до этого что же были там? Да, до этого... Как ты понял, что именно вот сейчас война... В социальной сети. В социальной сети выдавали о том, что война вот-вот. Начиная с, по-моему, СБС, азербайджанский телеканал, который выпустил репортаж 9-минутный с Тавужской области, по-моему, Азербайджана, где они уже прорыли окопы, что они туда уже и БТР привезли. Мужчина азербайджанский со своим ребенком... Это после разговора со мной, ты понял, что... Не, не, это до этого. Еще говорило все об этом. Плюс до этого за полтора дня мой знакомый из Москвы учился с одним азербайджанцем. Этот азербайджанец в итоге переехал в Баку. Он тоже говорил о том, что там уже готовятся вовсю. То есть все говорило... Я простой обычный блогер, но почему-то чувствовал, что вот-вот война должна начаться. Все говорил о том, что война должна быть. Поэтому, когда взрыв был первый, грохот такой, я сразу понял, все. Вот и привет. Вот так и было. Итоги войны. Что ты скажешь? Как ты думаешь? Кто победитель в этой войне? Мне кажется, здесь больше не победителей нужно искать, а предателей. Я снимал видеохронику в Арцахе. Только честно. Да, я скажу честно, как есть. Я снимал видеохронику в Арцахе. Большая часть видеохроники у меня снималась в направлении Гадруцком. Это 9-й километр. Ну, что говорить. Не было у многих касок, бронежилетов. А если и были каски именно в том направлении, это были такие советские, это страшно на это было смотреть. Плюс, дополнительно отправляли многих ребят, молодых. Вот в наше направление отправили две колонны 19-20-летних ребят. Какой-то саркисян, я имя не помню, их саркисян отправил. Без проводника. На передовую отправили. Реально, вот ребята пришли. Наш командир общий начал спрашивать. Ребята, куда, что они? Говорят, нас вот туда. Говорят, вы знаете, где ваши позиции, где вражеские позиции? 19-летние парни без проводника, что они могут знать? Начался артообстрел. Два-три часа в целом он длился. Ребята опять сели в КамАЗы, уехали. И в один КамАЗ попал снаряд. Двое погибли молодых и было много раненых. И вот в этом направлении, в джибраилдском направлении, творился хаос. То есть, реально много групп шли без проводников. Ну, для зрителей, кто может не знать, что такое проводник, человек, который знает местность. Который может сказать, вот тут находятся вот эти, вот тут наши. Вот мы недавно вот эту позицию взяли. То есть, могут объяснить, что и как. В случае отступления, допустим, вот там отступление. А джибраилд несколько раз передавался из рук в руки. Да, но именно в джибраилдском направлении вообще хаос творился. Проводников просто-напросто не было. Что это было, мы до сих пор не можем понять. Отправляли многих без проводников. Реально, ребята из Еревана приехали, из Дилижана. Они местность никогда этого не видели. Они не знают, что это. Они могут, не знаю, на 10 километров углубиться, допустим, ну, чисто случайно как-то так получилось. Вражескую сторону. И буду думать, что еще в Арцахе. Вот так вот с ребятами поступали. Вот так вот и было. А что за отступления были вот эти постоянные слюга? Для чего они нужны были? Я не понимаю, для чего они нужны были. Что это было? Реально, такая вот ситуация была. Непонятно. Ну, представь себе, то есть, если начинается война, хотя бы должно же быть там 100 тысяч касок, 100 тысяч бронежилетов. В случае чего, чтобы добровольцы подключились. Примерно такое количество добровольцев, плюс армия же должна быть. Этого всего не было. Которые ждали своего часа в Армении. Их так и не отправили. Да, многих, очень моих многих знакомых не отправили. Их просто не отправляли. Они хотели, всячески просились. Речь не идет ни о одном человеке, ни о двух. А это были профессиональные бойцы? В том числе, да. Я сразу уточню. Я, например, понимаю политику государства, которое не хочет отправлять на поле боя людей, например, не служивших. Вот есть у армян такое. Нет, это профессиональный ПВОшник. Нет, если так, тогда да. Но в общем и целом были и такие. Нет, изначально были разговоры, что... Как бы приветствуются ракетчики, артиллеристы, артисты. Да, профессионалы. И их, по-моему, брали. Да. Есть такое, когда вот человек, например, бегает от армии, да, где-нибудь за границей. А потом что-нибудь происходит на его родной земле. В нем просыпаются патриотические чувства. Он сбросает все, едет на войну, но выясняется, что он опыта-то боевого не имеет и профессиональных навыков. Таких людей, соответственно, тормозили. И я за это. Но я не думаю, что 80% всех сидевших здесь, ожидающих своего родца, все они были непрофессионалы. Конечно. А потом, насколько корректно, например, пропускать людей, которые не граждане армии? А кто говорит о не гражданах? Здесь и граждане армии сидят? Нет, я имею в виду, опять же, а те, кто приехал из-за рубежа, из-за границы. Ну, смотрите, мой знакомый, имя не настоящее, Сергей, вот просто Сергей, приехал, он родом из Степанакерта, приехал на войну, он профессиональный ПВОшник, знает что, как, то. Поехал к ребятам молодым, которые на ПВО. Опять же, как он понял, как из-за его слов, то, что ребята там не особо профессионалы, именно вот где он в этой части, где был. И он попросился через достаточно известных людей, имена не собираюсь называть, попросился, что давайте я там побуду. Потому что там видно, что один человек, видимо, вообще за троих делает работу, там наводка и все остальное. Он попросился, говорит, я в этом профессионал, я беру за себя ответственность, дайте мне эту возможность, я здесь сижу, я пришел, ему, говорит, возьми автомат в руки. Он говорит, я не умею стрелять с автомата. Говорит, я вообще, можно сказать, впервые вижу автомат, я профессиональный ПВОшник. И ему не дали в итоге. То есть вот этого хаоса, который творится. А как комментировали, не дали, что сказать? Говорит, сейчас не нужно, мы потом к вам обратились. Он говорит, как обратитесь, я-то вижу, что нужно. Я-то общаюсь с молодыми ребятами, он говорит, я чувствую, что нужно. Говорит, ну, когда вот понадобится, мы к вам обратимся. Естественно, не обратились. И вот такого... Мы вам перезвоним. Да, да, примерно это выглядело так. Ребята, тут может быть еще такой фактор. Ну, я просто служу по собственной службе в армии. Во-первых, правильно говорили, что тот факт, что человек 20 лет назад служил в армии, это не значит, что он сегодня умеет метко стрелять, да, то есть посылать просто толпу. Подожди, а три месяца, который там 18-летний парень не отслужил, он что профессионал? То же самое. Ну, все-таки он в большинстве... Ну, мне кажется, те же все-таки больше профессионалов, чем трехмесячные или... Возможно. Невозможно, 100%. 99%. Ну, вот если меня сегодня отправят на фронт, я скорее буду обузой. Как бы это вот грустно не звучало, пожалуй, в цели я не попаду. Вот, то есть тот факт, что человек 20 лет назад служил в армии, вот как я, например, да, практически 20 лет, это не значит, что мне сегодня можно призвать, и я вровень с молодыми пацанами, которые, пусть даже три месяца или полгода, но постоянно тренируются, плюс техника. Слушай, у меня вот такая вот идея, Саша. А как? Шпионаж. Шпионаж, безусловно. А как ты думаешь, то, что людей разворачивали в массовом порядке, да? Ну, если было так... Было, было, и такое было. Окей, окей. Если было так, не могло ли это быть вызвано тем, что у страны нет ресурса, нет механизма по, так сказать, отделению зерен от плевел, и поэтому они решили, вот, тогда никого. Раз не можем отделить боеспособных от небоеспособных, благонадежных от неблагонадежных и так далее, тогда лучше никого не будем пускать своими силами. Вот это не могло явиться ключевой причиной. Смотрите, с формальной точки зрения, многие ребята, которые сейчас вернулись с войны, и, наверное, Арутен подтвердит, значит, те ребята, которые из Армении и не имели арцарской прописки, им по-быстрому делали прописку в Арцарх и туда отправляли в качестве добровольцев. То есть не было такого, что Армения туда вводила свои регулярные войска. Да, не было такого. Не было такого. Не было такого. И, соответственно, кто такие добровольцы? Это, ну, вот, фактически резервисты. Это те люди, о которых я сказал, которые, там, 10 или 20 лет назад служили и кое-как умеют, там, перевернуть калашников. Кто-то лучше, кто-то хуже. И вот, поскольку невозможно понять, а вот что он из себя будет представить на полевой, разворачивали на всякий случай много. Да, да, да. То есть когда-то частично разворачивали и правильно делали частично, а частично, например, нет. Плюс была неразбериха. Ну да. И фактор шпионажа тоже нельзя отбрасывать. Конечно. То есть люди готовы ехать на фронт, тысячи непонятных людей, которых вообще ничего не знаешь. Кто-то, допустим, приехал из России, в Армении там 10 лет не было, я поехал воевать, значит, в Арцах. А ты вообще кто такой? Словом, не готовы были к войне армянской стороны. Не была готова. Кстати, при этом, при этом, в Нагорном Карабахе без разбора пускали журналистов. Вот ты говоришь о факторе шпионажа, при этом журналистов было выше крыши, что завозили их просто вагонами, что меня несколько смутило. Причем, как они, как толком не контролируют. То есть не было такого, что они смотрят с камеры, что они снимали. Или же, когда они смотировали материал, чтобы они просмотрели. Ничего не было. Я часто поднимал этот вопрос. И год назад, и два года назад своих выпусков. Вот я могу сказать так. То, что я снимал, то, что я снимал, вдруг, если я был бы шпион, я свободно мог бы такую информацию выдать, и никто бы не контролировал. Да, да, так это уже было. Приезжали, Коровин, по-моему, был из Москвы. Были еще, ну, из новой газеты какой-то. Да, были. А потом они ездили на ту сторону. Да. То есть я просто удивлялся, как они спокойно въезжали в Карабах через Армению, и на той стороне выступали уже против Армении, и даже против того же Арцена. Было же поймано. Может, Коровин, например? Нет, достаточно много исследований. Это массовое явление? Или это... Ну, нет, это был не единичный случай, но это только те, кого я знаю. Ну, я бы сказал, что я не всех знаю, да. Правильно. Вот, скажем, знакомый мой, приятель, который там был врачом, он говорит, у них была медсестра, призванная, ну, я не буду говорить, иской на больнице работала в Ереване, призванная туда в качестве резервиста медсестра, которая в Азербайджану передавала геолокации. Ее поймали и расстреляли там. Были какие-то другие ситуации. Они ловили некоторых обычных солдат срочной службы, которые просто с телефона отправляли на азербайджанские номера какие-то фотографии. Такие тоже случаи были. Это к вопросу о том, что... Ну, и опять же, с точки зрения безопасности. То есть, когда по нам в Мартуни шмальнули, я уверен, что это сделали не потому, что журналисты, а потому, что было большое скопление сигналов, шмальнули градами, и один из журналистов был ранен, француз. Вот даже с этой точки зрения, когда очень непродуманно, я уже молчу о бронежилетах, касках. Вот я, например, не взял в редакции, и наивно полагаю, что мне выдадут. И вот мне не выдали, я только один раз смог выцепить каким-то чудом с кевларом вот этот вот бронежилет, легенький, а все остальное время ходил на свой страх и риск. Даже с этой... Очень, очень как-то все вот действительно хаотично, непродуманно, вот каша какая-то. Меня, например, вообще удивляло, почему некоторые знакомые мне со смартфонов писали какие-то сообщения с фронта. Я говорил, а вам что, разрешают пользоваться смартфонами на фронте? Да, а что? Как, а что? И еще дополнительно, вот на девятом километре там такое место, что бункер создать, так и глаз прямо говорит, ребята, давайте сделаем там бункер. Не было. То есть за 30 лет реально много чего не было создано, как будто эти земли собирались, они, не знаю, реально сдавать. Ты сам осваивал весь овца. Ты не замечал, что ничего нет? Я, знаешь, я как блогер. Я вот увидел красоту, вот, там змея, давайте я змею сниму, она укусит меня, не укусит, неважно. То есть я вот с этой точки зрения смотрел, красота, привлечь блогеров. Если я был бы, я думаю, военный журналист, тогда да, я уже начал бы замечать. А тут, я думаю, войны никогда не будет. Ну, я такой, думал, реально войны никогда не будет. Бункеры, нужно было большое количество бункеров создавать. Что же, нельзя или нет? Смотри, Мартуни, не могу всего говорить, Мартуни они не взяли. Некоторые говорят, там, за Мартуни, они не хотели брать, да, было бы. Мартуни, они подошли очень близко к Мартуни, они очень близко подошли к Мартуни, бои шли жесточайшие, уже практически в самом Мартуни шли жесточайшие бои. Они не смогли Мартуни взять. Мартуни, это не леса и практически не горы. Желая земля там. Да, со стороны Дизопайт они не смогли взять Дизопайт. Это уже Гадрудское направление. Но они как-то через леса десятки километров из Шуши. Очень много вопросов возникает, на которые, скорее всего, мы просто-напросто не будем ответы знать. Может быть, через какое-то количество лет как-то что-то... Шуши их просто пригласили, получается? Конечно, шли. Знаешь, как мне кажется, там было очень много добровольцев в направлении Шуши. Было очень много добровольцев. И многие из добровольцев погибли. А живым сказали оставить позиции? Ну, вот это уже не знаю. Ну, я знаю. Вчера мне... Ну, у меня чисто так. Если они не могли взять Мартуни, а ты был в Мартуни, и у вас тоже был, да. Если они не могли взять бой в Мартуни, они туда и танки. Там огромное количество вражеской техники. Прям, ну, видно, что воняется, можно сказать. Огромное количество танков, БМП. Они не могли взять Мартуни. А тут без всего этого смогли взять Шуши. Очень много вопросов. Очень много вопросов. Вопросов к кому? Пока непонятно. Почему непонятно? Руководство Арцаха, руководство Армении. Руководство Армении, конечно, в первую очередь. Я считаю, что руководство Армении проиграло. Нагорный Карабах частично проиграл. Азербайджан частично выиграл. Мне кажется, Россия выиграла. И, скорее всего, Турция выиграла. Азербайджан не выиграл, потому что у нас остался Чартар, Мартакерт, Мартуни, Аскиран, Степанакерт. Это некоторые... Это такая тоненькая пуповина, соединяющая Армению с Арцахом. Но это пуповина очень легко разрезать. Но самое главное, почему Азербайджан не выиграл, это наличие российских войск в центре Азербайджана, которые не будут тут никогда. Это бы второй Приднестровья, а в Абхазии. Мне все-таки кажется, вот в таких терминах выиграл, проиграл, можно судить, когда действия закончены. То есть, по окончании можно судить. Да, еще не все окончено. Мне кажется, да, во всяком случае, прочитав пункты Карабахского соглашения, видя, что сейчас происходит на территории Нагорного Карабаха, я делаю, что все только начинается. Просто удалось приостановить, подморозить. Знаете, как вот зимой, да, есть грязь. Ну, Путин так и сказал, статус-кво неопределен. Неопределен, есть грязь, но зимой подмораживать, да, грязь никуда не делась, но уже как бы вроде не испачкаешься. Но ведь зима не вечна. Ну, наше вечернее чаепитие внезапно покинул Апажжима, ему нужно было срочно обижать. И вот на его месте Артур, тоже еще его представим. Мы остановились, Артю, на тебе. Вот я хотел узнать по поводу Шуши все-таки вопрос такой, да. Адское ущелье. То есть Шуша это вообще такой оторванный был город от многих других населенных пунктов и городов в Арцахе. Как вообще могли туда провикнуть бандиты и азербайджанские войска им дали, скажем, такую возможность пройти в Шушу все-таки? Вот что ты слышал, что ты знаешь? Либо там действительно они прошли и были ожесточенные бои. Ожесточенные бои, конечно же, были. Ожесточенные бои были. Там погибло много хороших ребят, реально много достойных ребят. И жители в том числе Шуши, и из Еревана, и из Диаспоры добровольцев. Погибло много очень хороших ребят, к сожалению. Будем честными, у нас мы как бы славились всегда многими талантами, да. Но были всегда и предатели. Да. И они в этой войне тоже дали о себе знать. Один из главных предателей в Арцахе это Карабах Телеком. Карабах Телеком, который сдирал реально с небогатого народа, с бедного народа деньги. Мать, которая живет в Ереване, зарабатывает там, допустим, пусть будет 80 тысяч драм, она отправляла 20, 25, 30 тысяч драм своему сыну, допустим, в Егникнер, чтобы с ним общаться по сотовому. Это разве не предательство? Это чистое предательство. Цены на Карабах Телеком они сдирали просто с нас реально большую сумму. И так население не так много зарабатывало. Карабах Телеком это один из главных внутренних врагов, с которым не разбирались. Не разбирался Бакоса Океан, не разбирался ни Араик Арутюнян, лишь говорил или что-то там будем убирать. Только после войны они решили вдруг, видимо, поменять его. Да на черт кто уже будет им пользоваться? Ребята, вы своих внутренних врагов не убирали. Карабах Телеком это был один из главных внутренних врагов. Один из... ну врагов не буду назвать турок. А кому принадлежит Карабах Телеком? Очень хороший вопрос. Среди простого населения говорили, что 25 лет контракт подписан с кем-то. Но видимо так много и было. Я честно нашел, что хозяин какой-то ливанский Армении. Я не знаю насколько это правда. Но я это слышал еще лет 5 назад. Цены на Карабах Телеком жители прекрасно знают. Даже работники, которые работали в Карабах Телеком, они сами не любят Карабах Телеком. Мы вот с блогером Хайко Вакимян Репат Армения делали опрос у простых жителей Степанакерти в 2019 году. Спрашивали про Карабах Телеком. Какое у вас отношение? Ни один человек не сказал, что мне нравится Карабах Телеком. Ни один. Ну это Карабах Телеком. Я сейчас говорю о конкретных людях, о политиках. Потому что когда я поднимаю такой вопрос, допустим, приверженцы новой власти валят на ту старую власть. Все виноваты. Вадим, там все виноваты, каждый просто по-своему, кто-то больше, кто-то меньше. Все валят на одних, эти валят на других. Но если так взять, то получается те старые, все эти 25 лет палец за палец не ударяли, то есть не обороняли, ничего не делали. Даже инженерно-фортификационных сооружений, получается, никаких там не было. Да. Обычных бункеров. Они есть, но их очень мало. Претензии к новой власти. Два года назад они пришли во власть. Два с половиной. Два с половиной, да. Они наверняка же всю эту схему изучили, поняли, что им оставили в наследство. И тем не менее, вот эти необдуманные заявления того же Пашиняна. Степана Керти. Да, когда ты говоришь, что Арцах – это Армения и точка, ты должен здесь в уме, как в математике, да, ты должен здесь в уме уже знать, понимать, что у нас есть чем прикрыть вот эти слова. То есть у нас есть та броня, по которой мы можем сказать, что Арцах – это Армения и точка. Когда Давид Тоноян говорит, что новая война – новые территории, мы все уверены, что у нас все в этом раз. Мы все прекрасно верили, думали, так оно и есть. Начнется война, а азербайджанцы потеряют новые земли, да. То есть все мы верили своим властям, поэтому претензии у меня как к новым, так и к старым. Так и есть. У меня тоже самое. Недавно я высказался по поводу Пашиняна, некоторые были такие комментарии в мой адрес, а ведь вы его защищали. Я хочу сказать еще раз, покажите мне хоть один кадр, где я защищаю Пашиняна. Я как человек думающий, я всегда говорил о том, что дайте человеку работать. Я не знаю Пашиняна. Я никогда не говорил, что Пашиняна – это мощь, это то, это сё, как там другие, там чуть ли не песни уже о нем сочиняли и с портретами на груди ходили. Я и сейчас не могу сказать, хороший он или плох. Сейчас у меня, можно сказать, ну, в отрицательный, как бы, уклон, да. Но, опять же, я не могу его во всю там хаять и всю вину взваливать на него, потому что до него было столько мусора, что, я даже не знаю, был бы я на его месте, я бы, наверное, за два года не успел бы очистить эту квартиру после стольких, столького мусора. Но, опять же, я хочу сказать, что вина и львиная доля вины есть, конечно, у Пашиняна. Когда ты говоришь «а», знай, что есть ещё и «я», где-то там далеко. И чтобы дойти до этого «я», нужно ещё назвать очень много букв. У нас этих букв не было. Не было ничего такого, чем можно было мотивировать слова. И Давида Тунояна, которого мы, кстати, и не слышали. Да, вообще не слышали. Я, по-моему, на сороковый день вспомнил о том, что у нас есть Давид Тунояна, который нам обещал новые территории. Может, хотя он имел в виду новые территории для азербайджанцев, я уже не сказал, для кого новые территории. Тогда это скидка. Вот о таких врагах я говорю. Я не хочу, опять же, никого обвинять и обелять кого-то. Все взрослые люди и все сами понимают, что эта политика слабая, та политика была бездарная. Вот и все. Ну знаешь, армянам давалось спасение. Вот, допустим, Гарри Гиннашко, Андрани Хзоровар, во время геноцида нам дались такие люди, таланты, которые спасали народ. Во время 90-х дался Монтэна. В этот раз, к сожалению, нам не дался такой человек. Давайте научимся жить в будущем. Мы из-за того, что постоянно говорили о прошлом, вот результат. Давайте не будем вспоминать мертвичину все-таки. Мы постоянно говорили геноцид, 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 геноцид. А Арцах вроде бы как и забыли. Где-нибудь поднимался вопрос о признании Арцаха? Нет. Я только слышал о том, что кто-то там признал геноцид и все не ковали. Этого не было. И до последнего Арцах не признали. И вы сейчас все равно Ждэ и Озанян и… Нет, я говорю, в этот раз просто такой человек нам не дался. Историю нужно уважать, историю нужно помнить. Но давайте подумаем о тех, которые нынче живы. Те, которые погибли, да, вечная память. Но есть сейчас и много людей, и раненых. Неизвестно, как они дальше будут жить. Я уже поднимал вопрос, что пока им ни копейки не перепало. Даже те же 68 тысяч драм, которые мы обещали беженцам, многие даже не видели. Кстати, сколько там? Какая сумма в фонде АЭС там? Кто знает? 171. 200, кажется. Нет, я слышал за 200. Да, за 200. Нет, я видел 171. Сайт открывал в последний раз. 171 миллион долларов. Сколько бы не было. Это достаточная сумма для того, чтобы обеспечить, подготовить людей даже к земле. Да, конечно. Ну, об этом мы поговорим как раз с Артуром Ржде, который представляет в инстаграме CrossFit Айастан. Он как раз этим и занимается. Кстати говоря, я хотел бы немного добавить. У Артура были свои проблемы и довольно-таки такие жесткие проблемы. Я не знаю, любой другой бы, наверное, вряд ли бы покинул Россию и приехал бы в Армению. Зная, что здесь у него могут быть проблемы. Тем не менее, он приехал сюда. Я не буду говорить об этих проблемах. Это чисто личное. Тем не менее, он был здесь. Он поехал бы и дальше в Арцах. Но, опять же, из-за этих проблем его не выпустили. Пришлось остаться здесь, в Армении. И начал заниматься вот таким вот благодарным делом практически все эти два месяца. И я сам свидетель. Вот пока здесь, в Ереване, мы с ним много ездили, навещали семьи погибших ребят, раненых навещали. Ну и много кого мы навещали. И Артур ежедневно занимается тем, что он ездит по семьям, раздает деньги, раздает продукты. Сначала с утра закупается. И вот у него весь день только он этим и занимается. С утра до вечера. Сегодня вот он побывал. Вчера мы и позавчера с ним ездили тоже. То есть, вот таким вот благодарным делом Артур занимается, собственно говоря, тем, чем должно заниматься наше правительство. Не делить власть, кто хуже, кто лучше, имея какие-то шкурные интересы там в правительстве. А именно заниматься сейчас людьми, простыми людьми, которые нуждаются в помощи. Вот чем нужно сейчас заниматься. И этим всем занимается вот этот человек. Не фонд Хаястан, куда все деньги скидывались. Вот он, фонд Хаястан. Только Артур его зовут, НЖД. Ну, меня уже понесло, Артур. Просто действительно накипело. Хочется больше сказать, но иногда не можешь сказать больше, чем это нужно. И сегодня вот я узнал, что ты прибыл, тоже побывал в какой-то семье, ездил туда с гуманитарной помощью. Семья довольно-таки любопытная. Можешь рассказать, где ты был? Потому что меня, честно говоря, очень тронула очередная судьба, можно сказать. Да, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я приехал где-то полтора месяца назад здесь. И первым делом, чем занимался, это обеспечивал, старался обеспечивать отряды. Это в Кирбаджаре, Шамшагине, Горисе. Моим знакомым тоже помог многим военным. Да, помогали. После войны очень острый вопрос стал социальным. И во главе меня финансово помогали мои близкие, друзья и несколько подписчиков, кто в Инстаграм меня смотрит, кто мне доверяет. Меня очень сильно возмущать стало. Ты сам, подожди, где сам деньги берешь? Я видел, ты отдавал, буквально там, 50 тысяч драм, 100 тысяч драм, то есть по всякому. Все отдавали в семье, в каждой семье 100 тысяч драм, это 200 долларов. Мы еще покупали продукты, это на 50 тысяч драм. Очень, ну, не дашь 10 тысяч драм, хотя бы дать, чтобы месяц-полтора люди могли просто пожить и кушать. Потому что были такие семьи, когда приходишь, а у них три картошки, они кушать нету. В другую семью, вот мы ездили в Зангизу, в Сесиан, там семь семей мы за два дня обошли. У женщины погиб муж, у нее трое детей. Ребенок два с половиной месяца. Ребенку молока не было купить, они в долг брали. Я ей дал 100 тысяч рублей, но я так давал, чтобы никто не видел. Я никогда на камеру не даю, вот этот момент тоже такой важный. Я вот так даю руки. Она бьет и плачет. 100 тысяч драм давала. И каждой семье давала 100 тысяч драм. 200 долларов. И еще на 50 тысяч драм покушать, чтобы не с пустыми руками прийти. Это невозможно. После этого, когда ты видишь, что люди дождаются, и ты приходишь в тот долг куда надо, вот это невозможно задать. Но возникнет у многих вопрос, сам-то где брал эти деньги? У меня есть братья с Лазаревского, Сочи. Сейчас всех перечислить. У меня небольшой список есть людей. Это мой брат Рафаэй, Стопс Эмигрант. Там есть Ваган, Нью-Йорка. Он в квартиру у меня оплачивает, где я живу. Каждый помогает. Сиван из Ростова. Артем из Лазаревского. Я кого-то сейчас не скажу, чтобы не обижались. Есть там. И несколько ребят, еще один из Америки, выслал мне деньги. Один из Казахстана, из Сан-Вэлл, из Казахстана. И все. Вот небольшой. Я не давал никакой счет. Не знаю, как-то нужна, потому что очень большие затраты идут. Но, не знаю, не могу объяснить почему. Затраты действительно полосальные. Да, да. Ну, как-то счет. Люди, которые мне высылают, они им доверяют. Кто меня знает, они мне высылают. Я не хочу, чтобы мне 100 рублей человек высылал, и потом каждый день говорю, а какой ты потратил? Нужен человек, который доверяет тебе, знает. Вот кто меня знает, мне высылают. И я, опять же, не показываю чейки, мейки, там, да, вот эти моменты. Я вот прихожу, даже на камеру не делаю. Но я считаю, что это некрасиво, когда на камеру деньги так дают. Это унижение, кажется, как-то у них. Да, да. Некрасивый момент. Ну, я видел, вот вчера мы были в госпитале, ты как-бы так тихонечко, невзначай, положил просто в карман. Ну, да. Ну, вот они нуждаются. Очень много мог бы рассказать. Есть некоторые семьи, которые, ну, просто, или раненые ребята. Герой 19 лет, он был контужен, из двух автоматов пошел, увидел группу азербайджанцев, 20 человек, расстрелял их один. Один, 19 лет. Парень, 65 килограмм стоит, такой скромный. Он тоже не слышит, он не разговаривает, не слышит. Но откуда силы взялись, вот так он сделал. А сегодня мы, я сегодня ездил один к бабушке, к одной, 83 года, она из Степанакерта. Вот, тоже он принес, там, покушает, денег принес, 100 тысяч драм. Ну, 100 тысяч драм, это просто уже, я не могу уменьшить, так, 50 или 20 тысяч. Вот, денег дал. Фонд Хаястан, это вы должны послушать просто. А еще лучше там, вот, которые сейчас… Грызутся между собой. Грызутся, да. Старые, новые, и зрители тоже, вот те, которые за старых, за новых. Вот, не за старых, не за новых, просто за простых людей. Вот, и она отпускать не хотела. Ну, честно сказать, когда приходишь к людям, так же не просто не знаешь, не убежишь, хочется поговорить. Людям хочется тоже высказаться, пообщаться. Ну, потому что я считаю, что все обмяне нужно относиться ко всем с любовью и с уважением. Когда я прихожу к раненым, я их всех целую. Потому что они молодые ребята, они пошли воевать, потеряли здоровье, кто-то потерял жизни. Я их всех целую. Я пришел в Яраблур, хоронят. Я не знаю этих ребят, но я их всех люблю. Они молодые, 15, 19, 20 лет, 21, ну, есть 30 лет. Они все наши, близкие. И, что я хотел бы сказать, очень важно, идеология должна быть. Мне кажется, что-то изменилось в сознании армян, и нужно возрождать идеологию неждея. Ми жоггурт ми ентаник. Один народ, одна семья. Ну, а у нас, в основном, думают только о своей семье, о своем холодильнике. Это тоже такая важная составляющая, которую нужно понять. Многие не понимали, почему я здесь там нахожусь. Абсолютно полностью переформатироваться нужно. Вот здесь переформатировать. Так вот, я был сегодня... Мы с ребятами видели Алик и Авак. Мы вот втроем в основном последнее время... Давай фамилию их назовем, скажем. Алик Татулян и Авак Авальян. Авак Авак из Ставрополя, Алик из Абхазии. Вот мы втроем ездим. Мы пришли сегодня в одну семью. Меня очень тронуло. У меня есть даже записи. Я потом выложу эти записи. Мама рассказывает. И рассказывали его друзья. Он Джабраиле служил. Он служил в Джабраиле. Был раненый. Раненый был в ногу. И скрывал, не говорил, что он раненый. Говорит, ничего страшного. Его надо было в госпитале. Он говорит, я не уйду отсюда. Здесь останусь. И потом уже их окружили. Массовые стали... Уже в окружение попали. И они в каком-то находились помещении. Их трое осталось. Он говорит, я не сдамся. Я в плен, не сдамся. Он и до этого говорил, я не сдамся. Это в плендах хуже всего. И он говорит, давайте втроем обнимемся. У меня есть Р1. И взорвем друг друга и все. Они говорят, его звать Эдик. Его звали Эдик Голстян. Говорит, Эдик, успокойся. Еще не время, не время. Он говорит, хорошо, вы идите в сторону. Я здесь останусь. И когда зашли, дверь открылась. Забана зашли. Он взорвал себя и их. Тем самым он их спас. Они смогли уйти. Товарищи. Они ушли, да. Он спас их жизни двоих. Они не взяли с собой. Мама рассказывала, почему, говорит, вы не взяли, не принесли моего сына мне. Я похоронить хочу его. Он же вам жизни спас. Но они два дня еще ходили по лесам, добирались до наших. Такая трогательная. Ну, согласись, у тебя таких трогательных историй, на самом деле, каждый день не полезно. Но это, вот эта история, знаешь, Вадим, человек может прожить жизнь, умереть и даже не понял, чего он умер. Он просто умер и все. А человек отдал свою жизнь героически, спас двоих сослуживцев. Это поступок, о котором надо говорить. Это героизм, о котором надо говорить, надо писать, нужно фильмы делать, какие-то сюжеты. Я хотел бы сказать, Вадим, что то, что произошло и это подписание, это очень сильный психологический стресс оказал на армянский народ. Это я могу однозначно сказать. Потому что все верили в победу и ждали победу. И я очень много общался с многими раненными ребятами, семьями погибших. Армянский солдат должен был победить. Все было для того, что у нас такие храбрые солдаты. Это вы даже себе не можете представить. Мы обязаны были победить. Просто обязаны. Я обошел за все это время где-то 100 семей. Это беженцы, раненые, погибшие семьи. И хотелось бы, самое важное сказать, что очень хотелось бы посетить каждую семью. Когда мне говорят, поедем сегодня в эту семью или в эту, я говорю, везде поедем. Просто нужно сейчас, например, мы в Дюмрии сейчас собираемся поехать. Там несколько семей, там сколько стало, 4-5 семей, чтобы посетить. Там потом медсамород АЭС там тоже ждут. Там очень тоже тяжело люди живут. И хочется сейчас помочь социально. Мне один вопрос. У меня вопрос с возмущением. Где власть? Потому что я у всех спрашиваю, вам приходят власть и помогают? Нет. 30 дней уже прошло, месяц никто не пришел. Просто людям хочется внимания. Потому что потеряли своего сына, мужа, брата. Это очень важно. Я всегда поддерживал Пашиняна. Все, кто меня знает, я яростно за него газовал. Я объяснял, что это тот человек, который должен быть и… Я могу подтвердить. У тебя даже были некоторые ссоры с некоторыми. У меня ссоры были. Я всегда ссорился. Говорил, нет Пашиняна. И даже сейчас, если у меня даже претензии есть к Николу Пашиняну, почему не организовывают социальную помощь для семей погибших, для раненых. И сейчас я не хочу, чтобы менялась власть. Вот даже… Почему я и… Хотелось бы достучаться и сказать, ну скажите, давайте какую-то группу, инициативную комиссию, чтобы помогали. Почему я и говорил, когда вот старых и новых между собой спорили, ругались. Я всегда их останавливал. Я говорю, слушайте, власти приходят и уходят. А вы останетесь. Зачем вы ругаетесь из-за кого-то? То есть сначала проявит себя этот новый, а потом уже можно там носить его изображение на кепке, на майке, на шортах или еще какие-то. Арестовали меня в 2016 году в Минске по запросу генпрокуратура Азербайджана из-за турпоездки в Нагорный Карабах еще в 2011-м. Я в Карабахе провел где-то два или три дня. Взял машину в Ереване. Ну, как все туристы делают, на прокатной машине прокатился Степанакерт. Мартакерт выехал через Ордский перевал. Еще в Ванке был. В селе Ванк, где Гонгасар. Я даже в Шуши не мог. Это, кстати, можно сказать, Шуши трагикомический эпизод. Потому что мне сейчас азербайджанцы постоянно пишут. Ну, что, взяли мы ваш Шуши? Мне пишут. А разве я как еврей-израильчанин претендовал на Шуши или когда-то что-то говорил на эту тему? Притом я даже там никогда не был. То есть они меня назвали в ранг великого бога Азербайджана, при том, что я даже там не был. Я виртуальный враг. Я оказался в азербайджанской тюрьме. Меня привезли на личном самолете от президента Алиева. Продержали там два месяца в Белоруссии. Потом была грязная сделка Лукашенко с Алиевым. Насколько я знаю, Азербайджан... Это все грязные, бриллиантовые, там же рубины... Насколько я знаю, 60 тысяч тонн нефти по трубопроводу Одесса-Броды, который батька не оплатил взамен на меня. То есть, посчитав, если исходя из цен на нефть, это где-то 140 миллионов долларов я стою, да? Ну, в Азербайджане не считают. Это нищая страна. Богатейшая нищая страна, где при миллиардных доходах средняя пенсия 80 долларов в месяц. Меньше, чем в Армении. Вот, потом был клоунский суд абсолютно, где меня обвиняли в том, что я незаконно нарушил территориальную целка снастью Азербайджана. Это, кстати, не мой юмор, они сами опечатались и написали, да, написали нарушил территориальную целка снасть Азербайджана, при том, что на их целка снесть я не покушался, поскольку женатый человек. И второй момент. Они привели так называемых свидетелей ко мне на суд. Меня судили в Бакинском суде по тяжким преступлениям. То есть, поездка в Орцах на два дня в качестве туриста, это по Мерку Азербайджану тяжкое преступление, приравненное к нарушению целка снастью Азербайджанской республики. Десять свидетелей, это так называемые беженцы из Нагорного Карабаха, из Агдама, из Шуши, там еще каких-то мест. Они выступали на трибуне, я там находился за решеткой, как тигр в зоопарке. И они выступали, сотрясали кулаками, из чего я понял только три слова. Шайтам Лапшин Карабах. Ну, судя по эмоциям, они ко мне, видимо, сильную неприязнь не испытывали, да, к паттеру большему. Из того, что переводчик мне переводил, идея была такая, что страшные армяне, значит, в хаджалы вскрывали животы беременным азербайджанкам, доставали оттуда младенцев и жарили их на костре, а потом ели. Я не шучу. Потом они мне это рассказывали, и обвинитель там был от генпрокуратуры Азербайджан, который обвинял. И он говорил на азербайджанском, мне переводил переводчик, еще тот был переводчик. Мне кажется, он лучше подошел для работы в качестве таксиста в Москве. Вот. И вот видишь, что армяне делали, а ты на них работаешь. Я говорю, да я никого не работаю. Сесть на два дня в кровах. Был адвокат у меня, горский еврей, который философски относился к этой истории, хотел меня оттуда вытащить, потому что говорил, что это какой-то безумный абсурд, который провоцирует антисемитизм в Азербайджане, которого никогда не было. Помню, был еще интересный момент. Выступал профессор Бакинского университета кафедра истории. Рассказывал про олбанцев, в смысле не республика Албания, где тирана. Где шкиптары живут. Да, шкиптары, да. Кстати, многие азербайджанцы думают, что они могут претендовать на гражданство республики Албания. Вот. Ну, сказать просто дорога. И он говорил так, что, значит, армяне, исходя из исследований вот этого факультета, значит, они из Индии пришли вместе с цыганами. Вот. И поселились на азербайджанских землях. И потом он еще в каком-то контексте сказал, в этом году исполняется 2740 лет дружбе евреев и азербайджанцев. И тут встал вот мой адвокат и сказал очень смелую вещь. Говорит, возможно, что евреи тут и живут 2740 лет назад, но не с азербайджанцем. Раньше у вас, да? Как бы да. Он говорит, просто хочу вот такую поправочку, а теперь, пожалуйста, продолжайте дальше. Там в студии, я помню, заскучал молоточком. Вот. Но это все лирика. Значит, потом на меня напали в тюрьме, избили, задушили. Они поняли, что никто за меня ничего не даст. Они меня пытались обменять на двух диверсантов, аскеров и второй, я забыл. Ну, которые проникли в Карабах, убили там парня. Гулиев, да? Может быть, Гулиев. Они мне говорили, что ты вернешься домой, когда армяне отдадут вот этих двух шахи, не шахи, а двух героев. Ну, шахи это кто уже? Они их сделали бы герои. Ну, да. А наши герои вернутся домой, и тогда мы тебя отпустим в Израиль. При этом, когда задавал вопрос, а какое вообще к ним имею отношение, я даже не гражданин Армении, не Азербайджан. Я никогда никого отношения имел к этому конфликту. Ну, в итоге, естественно, Израиль отказал, Россия отказалась, Армения отказалась вообще вести переговоры, собственно, о каком отношении имеем и к Лапшину, и ко всему остальному, да? Алиев понял, что, видимо, сел в лужу с моей историей, на него давили, капали. Ну, а не, ладно, печально то, что вот армянская диаспора, кому ты обращался? Вот можешь конкретные имена назвать? Конкретные имена? Да. Вот кому ты обращался, и тебе отказали. Давай честно. Нам уже терять нечего. Во-первых, когда я находился в азербайджанской тюрьме, а до этого в белорусской, моя супруга в тот момент двухлетней дочкой на руках зимой носилась по Минску, билась во все двери, ездила в Москву, обращалась в разные газеты, которые, как потом выяснилось, принадлежали армянам. Например, насколько я знаю, газета «Известия» и «Life.ru» принадлежит некоему Габриэляну или Габриэлянову. Габриэля Ромашу. Да. Который на меня забил вот такой болт. Обращалась в «Russia Today» к господу Симоньян. При этом практически все вот эти вот издания, федеральные и полуфедеральные, принадлежащие армянам, поливали меня грязью. Они цитировали азербайджанскую ложь. Они отказывали моей семье в праве высказать свою версию. А потом мы удивляемся, почему Арцах там, а не здесь? По крайней мере, в некоторых изданиях, я сейчас не говорю, не хочу говорить, какое именно, одно из крупнейших федеральных изданий. Мне, например, честно сказал журналист, «Извини, наш главный редактор по пятницам обедает с буль-буль-аглы». Это кто? Буль-буль-аглы? Нет. Что за главный редактор? Я бы не хотел сейчас называть… Он тоже армянин? Нет, он русский. По крайней мере, он мне честно, не мне, он моим, честно сказал, что, короче, там запущены большие деньги, чтобы блокировать любые, значит, публикации про тебя. То есть, я понимаю, что и те издания, кто поддержали армянам, они тоже либо получали деньги от Азербайджана, чтобы блокировать любые, значит, статьи… Упоминания. …вупоминания про меня. Но, что более вероятно, не то, что они получали деньги, а скорее, они боялись вызвать недовольство в СССР и либо их партнерах в Баку. Но это предательство называется. Это называется предательство. Это предательство. Это предательство. Я хочу просто заметить, это делали те, которые сейчас рвут за Арцах. Да это псевдопатриоты. Понимаете? Это псевдопатриоты. То есть, когда они были нужны, они молчали, они играли на той дудочке, которую им дали. Причем, значит, нотописи, сыграйте то, что вам нужно играть. А вот сейчас они начинают рвать за Арцах. Вот удивительно. Обращались ко всем этим олигархам от Варданяна до… как его? Который Ташир… Забыл, как его зовут. Карапетяна. До Карапетяна. Там невозможно пробиться через их секретарей. Разные другие, чьи имена я уже просто забыл. Ну, люди, которые имеют версии здесь и там в диаспоре московскую армянскую общину, союз там армян-россии и все прочее и прочее. Это совершенно непробивная стена. Жена выскребла все ресурсы семьи, потратила все на адвокатов. Ни копейки денег ни от кого не получили. Значит, все эти армянские толстосумы отмазывались тем, что сложный вопрос, надо подумать, подумать. В итоге полный ноль. Обидно даже не это. Обидно то, что они не помогали, а обидно то, что они тиражировали то, что тиражировал Азербайджан. Азербайджан. Фактически, получается так. То есть, наверняка сегодня этот Габриэльян скажет, что в известиях они просто цитировали азербайджанские СМИ. Типа, мы же ни при чем. Ну, если Алиев пишет, ну, мы же не можем сомневаться в правдивости Алиева. Мы же честная российская СМИ. Тот же Алиев говорил изначально, что байрактаров у них нет, этих самых, как его там, как они называются, эти туркоманы сирийские, джихадисты, их тоже нет. В конце концов, оказалось, что и байрактары у них есть, и джихадисты у них есть. Вот вам ложь Алиева. Я думаю, и те, которые зрители не имели до этого отношения и вообще не входили в тему вот этого армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха, вот могут судить, с каким подлецом и лжецом все время мы имели дело все эти годы. Да. То есть здесь бьют не столько по мне, сколько по интересам армянских народов. Причем Маран Шелтович корни у него оттуда, из овца. Конечно, Мартайкевский район. И я еще тогда задумался, а мне было трудно это понять, потому что, ну, будучи евреем и израильтянином, тоже из маленькой страны, окруженной врагами, то есть вот для нас вот такая ситуация, которая, ситуация сплачивает народ. Я не могу представить ситуацию, при которой какой-нибудь француз или армянин или кто-то был арестован, ну, например, в Сирии из-за того, что он симпатизирует Израилю, чтобы на него забили вот такой болт и отмазывались тем, что, извини, время было такое. Это невозможно. То есть интересы государства, они превыше всего. И неважно, какой национальности человек, неважно как и что. И я еще тогда, потом узнав этим, я же в тюрьме не знал эти подробности, это узнал потом от родственников, помогали все. Помогали греки, помогали евреи, помогали русские. В Армении помог только один человек. Он не хочет, чтобы я называл имя. Он, наверное, самый известный адвокат Армении, который как-то переслал тысячу долларов. Больше не один человек. Это все, что ты получил от армян за все. От армяна получил ровно тысячу долларов. А, твой грант. Ты мне сегодня сбросил грант. Не грант, донат. Да, извиняюсь. Кстати, зрителям тоже обращаюсь. Вы когда смотрите выпуски блогеров, вы хоть их как-то, я не знаю, но поощряйте. Я же не думаю, что от 100 рублей, от 500 рублей вы обеднеете все-таки. Это тоже работа. Я вот призываю. Вот и Артур здесь, и Артур здесь. У них есть свои блоги. Александр Лапшин. Очень интересные блоги. Потому что вот они говорят, что они от армян деньги получают. А на самом деле вот он получил один раз от меня, один раз от адвоката. И еще раз или два я получил вот последние дни, там даже кажется 200 долларов. Нет, вчера тебе дали пакетик с яблоками. А, да-да-да, мне дали пакетик с яблоками. Я забыл про яблоки, да. Кстати, суперские яблоки очень вкусные. То есть вот видите, как армяне платят своим этим журналистам и блогерам, как в Азербайджане, что нужно по пальцам пересчитать. Люди чудесные. Люди чудесные. Люди узнают на улице. Люди приглашают. Конечно, хорошо говорить больше о чудесных людях, чем о комиссиях. Власти редкостная мразь. Олигархия редкостная мразь, предательская. Я считаю, таких людей они наказывают по закону военного времени. В рамках закона, я подчеркнул. Я ни к чему не призываю. По 282 статье. В рамках закона, по закону военного времени. Ну, это, как говорится, мысли со стороны. Я не лезу внутрь армянские дела, но в Израиле с ним поступили комментировать. Мы очень долго у нас эфирного времени, мы задержались, по-моему. У тебя уже все? Можно еще добавить. Сейчас у меня идет суд в Страсбурге против властей Азербайджана за незаконный арест, попытку убийства. Все это абсолютно за мой счет. Хорошо, что, значит, евреи помогли найти адвоката, русские помогли оплатить какие-то расходы, экспертизы. Несколько простых людей армян. Один-то 50-го, другой 100-го. Один-двести на какие-то еще расходы, поездки в суд. Ни одна из перечисленных мразей, которая могла реально помочь для него смешной суммой, условно говоря, 10 тысяч долларов, которая для меня колоссальная. Для него тху вообще, при трех миллиардах состояния, ничего никак. И при этом, я уверен, что когда я выиграю суд в Страсбурге и Азербайджан признают виновным, эти мрази, так же как и чиновники, они скажут, мы с тобой, мы всегда были с тобой, это наша общая победа. Так я прямо сейчас могу сказать, это не ваша победа, это моя победа. Вы никто, вы ноль. Ну, конечно, не ко всем. Не ко всем тем, кто наслаждается. Те, которые обращаются, не знают. Да, давайте подытожим. Мы о друзьях и о врагах поговорили. Давайте подытожим. Вот буквально реплика, не более двух минут. Каждый из вас. Вот, Саша, начнем с тебя. Каковы итоги? Что ты ожидаешь в будущем от всего того, чем все это закончилось сейчас? Это уже окончательное поражение и победа? Либо это с каким-то продолжением? Я считаю, что здесь нет ни победы, ни поражения, ни с какой из сторон. Понятно, что Карабахский кризис, он зашел в ту... Да понятно, что Россия выиграла. Понятно, что здесь выиграла Россия. Потеряли, не проиграли, а потеряли Азербайджан и Армения. Оба потеряли часть своего суверенитета. Российские войска впервые со времен распада Союза взяли под контроль Азербайджан, ввели туда войска и не уйдут никогда. Это будет вторая Абхазия, Приднестровье вместе взятые. В пятидесяти километрах от Геанджи и в двадцати трубопровода Бакут Белеси Джейхан, который можно в любой момент перекрыть, если что-то не так. Я считаю, что это хорошо, как гражданин России, ну, Израиля и России, я считаю, что надо брать в Узду это государство. Патриотично. Патриотично, да. Я считаю, что Путин сыграл великолепно в этой партии. Мне очень жаль, что в Армении были силы, которые сделали так, что вот оно случилось, потому что могло быть по-другому. То есть, понятно, что был бы какой-то дележ по Карабанку, но не такой. Я понимаю, что у Никола… И не с жертвами. И не с жертвами. Я понимаю, что Никол имеет хороших советников, я надеюсь, которые просто объяснили, что Карабанк для нас, ну, как тяжелая ноша, которая, в общем-то, мы от нее устали. То есть, что-то с этим надо делать. Надо открывать транспортные коридоры. Надо получать инвестиции. Экономика не развивается в блокаде. Народ отсюда выезжает, да. То есть, ему, видимо, объяснили, что что-то с этим надо делать. То есть, дальше продолжаться не можем. Вопрос, что делать? То есть, до этого момента я на стороне Николаша. Делать что-то надо. С этого момента я не принимаю то, что они сделали. То есть, фактически, люди погибли за то, чтобы власти могли объяснить, что мы сделали все, что могли. Мы же воевали, да. Мы же не просто так сделали. То есть, если бы Никол обратился к народу и сказал, смотрите, вот такой экономический расклад. Мне тут еврейские экономисты посчитали, что без Карабаха у нас будет, условно, больше денег, больше инвестиций. Народ бы просто его свергнуть, да. Поэтому была война. И теперь мы, собственно, имеем то, что мы имеем. Надо было каким-то образом вопрос решать, но не так. Что будет дальше? Я помню, вот у нас сейчас оператор, имя я не буду называть или хочет, вот. Как-то раз он меня снимал на камеру года полтора назад, да? Это было в Ереване два с половиной года назад. И я там просто ляпнул так вскользь. И я ни на что не настаивал. Я просто вскользь сказал о миротворцах. Боже мой! Что было в комментариях? Да ты предатель! Какие миротворцы! Сейчас вся надежда на миротворцев. А я ведь только вскользь сказал. Я еще так подумал. Слушай, а если бы я просто бы ляпнул? А что если бы в Арцахе провести референдум о присоединении к России? Меня бы съели бы. Раз о миротворцах был такой кипиш, то за такие слова меня бы съели бы. А теперь уже как-то нормально. А теперь как-то уже нормально. Да лучше бы уж в Россию. Я от многих это слышу. Которые бы раньше бы такое не сказали. Да уж лучше бы к России присоединили, чем к этим. Да я вот с Карабахскими разговаривал. Выясняя, насколько там безопасно проехать. И они говорят, не переживай, там везде стоят наши. Я говорю, наши в смысле армяне. Так армяне, а русские, русские наши стоят. Думаю, офигеть. Дожили. Арутин, давай резюмируем тоже все происшедшее и каково будущее на твой взгляд. Нам в конце жизни все равно дано 2 метра земли. 2 на 2. Есть люди, которые сейчас ведут потребительский образ жизни. Ну, проезжал через Ереван, видел, что во время войны там в клубах все равно были люди, которые тусовались. Было вообще абсолютно как-то. Есть люди, которые в диаспоре вкладывают свою душу. Реально, все, которые деньги там зарабатывают со своих друзей, отдают эти деньги. У меня много русских знакомых. Одна русская женщина, Наталья моя, зрительница, она отправила 140 тысяч рублей. Она обычная работница где-то в медцентре, не буду называть город. Это ее 7-8 зарплат. Она копила и хотела купить что-то. Представляете, русская женщина, у которой не муж армянин. Друзья, ну как я понимаю, может быть, да. Нет армянских корней нет. Да, нет армянских корней. Она отдала реально 140 тысяч рублей. Это же реально большие деньги для обычного жителя, там, России. Да. Это огромные деньги. Во время... Война закончилась, но есть люди, которым нужна помощь. И вы можете точно помогать этим людям. Находить беженцев, находить семьи, где погибли. Сын, дядя погиб. Помогайте таким людям. Потребительский образ жизни вот в данный момент для армян, которые живут в диаспоре, это реально предательство, я считаю. Я не говорю о том, что, не знаю, нужно всю зарплату отдавать и так далее. Это не так. Просто, ну, можно иногда помогать. Потому что есть трети, которые... Точечные. Да, точечные показания. Изначально мы... И какие-нибудь там фонды. Мы тоже изначально на фонды отправляли. Потом мы поняли, что это полная чушь. А сейчас мы в этом убедились. Поэтому помогайте точечно этим людям. Потому что, вот, я сейчас две секунды... Зарплату правит. Что такое? Вот этой куртке пять лет. Я не купил и новую куртку. Да, да. Я вот эту куртку сейчас одеваю. Мне абсолютно плевать. Будет ей семь лет, я ее буду одевать. Сейчас нужно по максимуму вкладываться в тех людей, которые хотят поддержку получить. У них там, вот, Артур Павел сказал, сын погиб. Они смотрят телевизор, они там между собой грызутся. Один политик того обвиняет, тот того-то в комментариях друг друга. Они помощи не чувствуют. Сейчас нужна просто помощь людям. Поэтому точечно помогайте таким. На этом, ну, все. Что еще можно сказать? Что нас ждет, ты не сказал? Я не знаю, что ждет. Я думаю, что все... Пока не оправдываемся. Я думаю, что возьмем себя в руки. Поймем свои ошибки. Исправим свои ошибки. Перестанем называть наши... Овцарские перестанут называть там хаястанские. Перестанут обратно называть там карабахские. Перестанут друг друга делиться. В любом случае, и здесь гнида есть. И здесь есть гнида. И здесь очень много хороших людей. И здесь очень много хороших людей. Перестаньте. У меня очень много знакомых армян из Еревана, которые реально душу вкладывали. Деньги. Все вкладывали. Мы обязаны не расслабляться. Усиливаться. Так как турок окрылился и пойдет дальше. Мы обязаны научиться любить и уважать друг друга. Поэтому нас спасет национализм. Здоровые. Здоровые. Да, здоровые. Только здоровые. Ну, хорошо. Спасибо всем, кто побывал сегодня в такой уютной беседе. Спасибо, Саша. Теперь тоже в гостях у Саши, кстати, я не сказал. Но это было и не важно. Ну, и спасибо всем тем, кто нас смотрел, присоединился к нашей вот этой вот милой задушевной беседе. Просто действительно наболело. Хотелось высказаться и хотелось высказаться на камеру, чтобы и вы были тоже как бы соучастником вот этой вот нашей беседы. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...